Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я приветствую всю аудиторию, которая сейчас смотрит прямую трансляцию с интернет-платформы пресс-центра информационного агентства России ТАСС. И наша пресс-конференция посвящена презентации серии «Легенды мировых войн», которая выходит в издательстве АСТ. И сегодня мы будем говорить о двух книгах, двух очень серьезных, больших и во многом уникальных изданиях. Итак, «Тайный архив советского разведчика нелегала». В этой книге впервые в истории публикуются письма из американской тюрьмы советского разведчика, всем известного как Рудольф Абель, на самом деле его звали Вильям Генрихович Фишер. Но нужно сказать, что даже двойное имя, оно на памятнике на его могиле высечено. И он остался в истории как Рудольф Абель, хотя, конечно же, все близкие люди знали его под именем Вильям Фишер. И второе издание – это книга Сергея Брилева и Бернарда Коннора «Разведка Ивана наоборот. Взаимодействие спецслужб Москвы и Лондона в 1942-1944 годах». Вот поговорим об этих книгах. Важный момент, что, конечно же, появление этих изданий на наших книжных полках приурочено к столетию службы внешней разведки. И прежде чем я всех представлю, я хочу поздравить уважаемых коллег и поздравить уважаемых спикеров с этой даты. И в первую очередь эти поздравления адресовать ветерану службы внешней разведки, генерал-майору в отставке Сергею Сергеевич Яковлеву. Сергей Сергеевич, поздравляем вас с этой датой. Ну и представлю всех участников. Вместе с нами также заместитель главного редактора российской газеты, писатель, трижды лауреат литературной премии службы внешней разведки имени Примакова Николай Долгопол. Николай Михайлович, я вас тоже поздравляю. Вы много сделали для того, чтобы история службы внешней разведки стала известна миллионам читателей. Здравствуйте. Спасибо, 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 благодарю вас. Спасибо, благодарю. И вместе с нами директор департамента прикладная литература и межиздательские проекты издательства АСТ Евгения Журавлева. Евгения Владимировна, добрый день. Да, здравствуйте, рада всех приветствовать. И здесь в президиуме, в нашем ведущий редактор редакции «Времена» издательства АСТ Виолетт Нечкова. Добрый день. Ну что ж, дорогие друзья, ну, с одной стороны, история Рудольфа Абеля, она всем очень и очень хорошо известна, хотя при жизни очень мало разведчиков, при жизни нелегальных разведчиков становятся известными, и их истории начинают тиражироваться в книгах, в кинематографе. Конечно же, в первую очередь имя Рудольфа Абеля стало известно после обмена с Пауэрсом и затем после фильма «Мертвый сезон», где попытались кинематографическими художественными средствами воссоздать ту знаменитую операцию по передаче, по обмену, которая происходила на мосту Глиники. Мост Глиники выглядит в жизни совсем не так, как он был показан в кинематографе, совершенно все это было по-другому, тем не менее, про Абеля узнал весь мир, но узнал о нем он еще в 1957 году, когда пресса написала о том, что в США состоялся судебный процесс над советским разведчиком. И вот появилась эта книга. Написано о Рудольфе Абеле очень и очень много, и в том числе Николай Михайлович тоже издавал свои книги и писал об Абеле, об Абеле. Я, Сергей Сергеевич, хочу адресовать такой вопрос. В чем уникальность этой истории? Почему уже больше половины века о Рудольфе Абеле, Вильяме Фишере, о советском разведчике продолжают говорить, продолжают писать, продолжают обсуждать? И чем интересна эта книга, которая у нас здесь в Центре Президиума представлена? Ну, во-первых, я хотел бы что отметить. Мы имеем в нашем распоряжении несколько десяток книг, о Вильяме Генриховиче, я буду его так называть, потому что в семье возражали, когда кто-либо посторонний называл его Рудольфом Абелем. И биография его, скажем, не в таких подробностях, но известна широко. И вместе с тем не все оперативные тайны в публикациях раскрыты. И, наверное, с этим никто торопиться в службе не будет, потому что это касается таких очень тонких моментов, особенно его последней командировки. Мы ведь там иногда читаем, что он был там, был там, решал такие-то задачи, но чем конкретно он занимался, с кем конкретно встречался, практически такой информации мы не располагаем. А история, наверное, тем привлекательна, потому что само поведение Вильяма Генриховича после ареста, это пример, ну, высокопарно звучит, но действительно, мужества, выдержки, самообладания, которые, в общем-то, свойственны людям его профессии, но это стало достаточно широко известно, прежде всего, в американском обществе. Это привлекло к его личственности внимание тех, кто рядом с ним находился, не только в тюрьме, да, а до ареста. И все были ошеломлены самим фактом его ареста, да, и поводом предъявленным публике, хотя сам он ни в чем ведь не сознался, он не признал, что он работает на советскую разведку, он только признал, что он незаконно воспользовался иностранными документами в личных целях, так? И все обвинение было построено на свидетельстве его радиста, который его предал, и, ну, к сожалению, были найдены некоторые вещественные доказательства. Вот и все. Которые он не успел уничтожить, ведь он же пытался... Естественно, да. Ну, некоторые вещи, они, как бы, стали достоянием ФБР, поэтому они в процессе тоже используются, но они такой силы не имели, потому что некоторые процедурные вопросы при аресте, ну, были не соблюдены, мягко скажем, и что дало, в общем-то, адвокату апеллировать к суду в своих выступлениях. Но сам факт присуждения, вот срока, означенного Рудольфу Абелю, да, поскольку он в процессе под этим именем. Но ведь это же тоже было очень продумано и, так скажем, глубоко то, что он назвался именно Рудольфом Абелем. То есть это же был сигнал? Для него это был единственный вариант дать знать своим коллегам по службе, что он жив, что он находится в сложных обстоятельствах, но что он владеет ситуацией. Вот я думаю. Это тоже такой очень важный посыл своим коллегам. Он сделал, находясь уже в тюрьме. Вот если говорить о письмах, вот эти письма из американской тюрьмы, вы когда их впервые прочитали? Вот я как раз хотел сказать, что книга, она чем хороша? Что она, во-первых, содержит биографию. Подробную? Ну, достаточно подробную, я бы сказал. Да, она выверена по его личному делу. Хронология приведена, которая, так сказать, в реальности имела место быть. Поэтому для читателя, который возьмет эту книгу впервые, он познакомится с его биографией. И там обозначены моменты, почему эта переписка появилась в этой книге. А для меня это был повод познакомиться лично с ним, потому что мы с ним в разведке не пересеклись. Я, как и многие кинозрители, в 1968 году, вернувшись из армии, увидел вот этот фильм. И увидел Рудольфа Абеля с экрана. Он был так представлен. И он остался у меня в памяти таким. А письма, они дают возможность немножко приоткрыть его внутренний мир, особенно когда он касается личных вопросов, обращаясь к семье, к своим домашним. Не только мир семейного человека, но и мир такого человека, который принадлежит к сфере искусства, потому что он обсуждает там и вопросы технические, касающиеся шелкографии. Он пишет, что в Советском Союзе эта техника еще неизвестна, и как это делается. Потом он с дочерью обсуждает темы искусства достаточно широко, ну, насколько это позволяет объем тюремного бланка, да. Это говорит о том, что, во-первых, он богат духовно, как личность. И самое-то главное для меня, как разведчика бывшего, да, что он обладает высоким самообладанием, прошу прощения за тавтологию, но он владеет собой, владеет своими эмоциями, потому что письма, они все написаны спокойно. Ясно, что в этих письмах присутствует подтекст, обращенный коллегам, потому что он как профессионал понимает, что письма из тюрьмы, они не только пройдут там через руки сотрудников ФБР, но попав на родину, они окажутся в распоряжении сотрудников внешней разведки, его коллег, и они тоже будут их внимательно читать и делать какие-то выводы о его состоянии, о его, скажем, подсказках в отношении своего положения. Вот, я думаю, что тем эта книга, и вот для меня она была интересной. Николай Михайлович, хотелось бы вас сразу подключить к разговору, потому что действительно об Абеле много. О Вильяме Фишере, я тоже буду говорить, как Сергей Сергеевич, о Вильяме Фишере многое написано, но я думаю, еще каждое новое поколение будет что-то добавлять, что-то открывать в новом издании, в новой книге, которая называется «Тайный архив советского разведчика нелегала». Для вас что самое ценное было вот в этом новом, так сказать, прочтении и в каких-то, в попытке новой структуры, может быть, новой формы? С тревогой брал я эту книгу в руки, потому что думаю, боже мой, Вильяме Генриховичу все написано, все известно, что еще можно сказать? И вы знаете, я был просто очень рад. Это действительно искренне, поверьте мне, чувство радости. Я листал сначала эту книгу. Знаете почему? Потому что там было очень много хороших новых фотографий. Эти все фотографии из архива нашего друга семьи Лидии Борисовны Боярской, это приемной дочери Вильяма Генриховича Фишера. Дальше. Там потрясающие были фото, которые никогда и нигде не публиковались. Это уже радость для тех, кто изучает разведку, кто хотел бы познакомиться с Фишером Аберем поближе. Ну а дальше, вы понимаете, была просто радость такого открытия для меня. Я читал эти письма, разбирал их лет, наверное, 12 назад вместе с Лидией Борисовной, это приемная дочь. После ее ухода весь архив перешел от родной дочери Эвелины к дочери приемной Лидии, или Лидушкой, как называл ее Вильям Генрихович. И письма эти были очень интересные и все прочее. Но здесь, понимаете, меня тронуло совершенно иное. Я начал читать то, что предшествовало публикации вот этих писем. И здесь, вы знаете, я был тронут, и, извините это искренне, до глубины души. Потому что люди, которые писали о великом своем соратнике, они делали это с неподдельной, искренней любовью. Вот такие вещи не подделать, понимаете? Это невозможно, чтобы люди вот так искренне говорили о человеке, которого они не знали, не любят. Это искренняя любовь. Я не говорю уважения, я говорю именно любовь. И я, знаете, тоже по своей такой некоторой наивности запоздалой пытался найти, кто же это написал. И смотрю, никто как бы и не написал, а написано очень здорово. И только потом, где-то в конце, я увидел такую вещь, что это написали соратники Рудольфа Абеля. И, понимаете, вот если бы писал кто-то другой, самый хороший писатель, может быть, писал бы какой-то историк или какой-то, может быть, действительно чисто такой энциклопедист, вот такой бы откровенности, степени мы бы с вами, уважаемый Андрей и уважаемые читатели, никогда не увидели. Что ещё мне понравилось? Знаете, я всегда вот почему-то, когда читаю письма, имею в виду, их публикую, я всегда очень боюсь, что их будет редактировать. Ну, понимаете, для меня это такой какой-то удар ниже пояса, ну зачем всё это редактировать? И вот здесь были исконно Абелевские письма. Знаете, когда я переводил для, это было в 10-м или в 9-м году, не помню, вот это письмо первое, которое вы сейчас показываете, я вообще не мог представить себе, как вот человек мог такое письмо написать, находясь в заточении. Ведь, собственно говоря, никто не знает, были ли пытки или не было пыток, но дочь Эвелина говорила мне, что, а как вы считаете, Николай, вот это пытка или нет, если человека уже не молодого, с больным сердцем, держат в клетке на раскалённом воздухе, на жаре при температуре плюс 50. Ну, конечно, это были пытки, это были пытки с пристрастием. И вот такое спокойное, ласковое, душевное письмо, которое он написал своей дочери, причём, знаете, он никогда не называл Эвелину в письмах, он всегда называл только Элен, это Эля, его жена, и Лидушка, Лидия, это его приёмная дочь. Я спросил у Лидии Борисовны, а почему, собственно, вообще вот он не называет Эвелину? Он говорит, ну как, какая Эвелина? Сколько Эвелин в городе Москве? Ну, ну пусть 10, а может быть 12 с половиной. И американская разведка могла бы вот по этому имени легко её вычислить. А Елен и Лидии, ну, миллионы у нас. И вот он даже здесь сохранял такую абсолютную конспирацию. Вы знаете, если говорить о книгах, которые вообще издаются, о разведке, я бы поставил эту книгу по искренности в первую пятёрку. И мне очень приятно, что издательство вот пошло на такой определённый риск, вот я считаю это риском, вот в такое время, когда книги плохо идут, неважно покупаются, когда мы переживаем тяжелейший в нашей жизни период. Вот эта книга была издана в ноябре, и я знаю, что этой книге предшествовал звонок Владимира Григорьева, зам председателя Роспечати, и он попросил эту книгу опубликовать, и очень быстро, моментально откликнулось издательство, вот душевно, сердечно, и сразу издало эту книгу. Жалко, знаете, я посмотрел, тираж, две тысячи экземпляров, ну, жалко, ну, давайте больше. И вдруг я узнаю, что уже больше, уже издаётся второй тираж, и я уверен, что есть и второй тираж, я не знаю, какой, если он тираж две-три тысячи, и он раскупится, понимаете, в наше суровое время. Абель того заслуживает. Тем более, знаете, вот я ещё последнее, что хочу сказать, это очень такая трогательная была семья, но Эвелина, которую я знал долгие годы, с 93-го, она была суровая очень, а вот её кузена, или, скажем, кузина, или, скажем, приёмная дочка, она была сердечнейшей женщиной. Мы с ней дружили домами. Я не знаю, понимаете, разница в возрасте огромная, но это был такой современный человек, весь увешанный орденами, она, вопреки воле приёмного отца и вопреки воле матери приёмной, она ушла на фронт 18 лет, приписав себе один год, служила радисткой. И вот я говорю, Либис, а как вот вообще вот вы называли папу, стеснялись папу называть, она говорит, всегда называли его дядю Вилли, а как же, я говорю, называли Рудольфа или настоящего всегда только дядя Руди, понимаете, это была семейная такая, тёплая семья. Ну, если какие-то у вас будут вопросы, я с удовольствием ещё расскажу что-нибудь. Спасибо большое, Николай Михайлович, да, ну вот вы сейчас тоже так нужно прокомментировать, что настоящий Рудольф Абель это был друг Вильяма Фишера, поэтому Фишер и назвался. Да, Фишер, да, это такая азбучная истина, Фишер и назвался Абелем, чтобы дать знать своим, что я здесь и я молчу. И на этот естественно такой совершенно верный жест я задаю вопрос людям из того управления, которое, скажем так, возглавляло, направляло действия Абеля. Я говорю, а почему, собственно говоря, вот так долго шло это письмо? И мне объяснили тоже очень откровенно. Вы знаете, почему? Потому что письмо попало в посольство действительно Советского Союза. Я говорю, ну так что же? Но не к тому консулу, не к тому консулу. И поэтому пришлось немножко подождать, пока были установлены связи и так далее, и так далее. Вы знаете, Абель перенес столько, сколько я думаю, я думаю, перенес еще один лишь разведчик, это Алексей Козлов, Алексей Михайлович Козлов, недавно от нас, к сожалению, ушедший, уже герой не Советского Союза, а герой России. Он сидел два года в тюрьме ЮАР, из них шесть месяцев в камере одиночки. Абелю было, поверьте, очень тяжело. Да, спасибо, что вы вспомнили историю Козлова, потому что история Абеля и Козлова действительно, Фишера и Козлова действительно пересекаются. Правда перекликается, да? Ну, конечно же, Правда, есть, да? Да, это люди, которые действительно очень умно, выдержанно, как говорил Сергей Сергеевич, с абсолютным самообладанием вели себя в тяжелейших условиях плена. Ну, извините, но они были по большому счету в плену. И, причем, Козлов же еще и под пытками был тяжелейшими. Спасибо большое, Николай Михайлович, еще, я думаю, обсудим эту всю судьбу, историю, книгу. Просто, хотелось бы дальше Евгению Владимировне передать слово, чтобы чуть-чуть попросить рассказать, а может, и не чуть-чуть, вообще о философии, об идеологии самой серии. Как она зародилась, что вы вкладывали почему-то эти книги и что в будущем? Может быть, там еще какие-то появятся? Я еще раз всех приветствую, спасибо, что вы мне дали слово. Что я могу сказать? В этой серии сегодня три книги. Одна книга Сергея Абрилева «Иван наоборот», разведка «Иван наоборот». Дальше «Разведка нелегалы наоборот» и книга, собственно, по которой мы сегодня собрались с Рудольфа Абеля «Тайный архив». Вот везде транслируют на экранах, это она. Я позволю себе может быть не совсем про эту серию, а в целом сказать несколько слов про позицию издательства и просто здесь прозвучало в такой короткий срок, в такое непростое время издательство быстро и достаточно качественно выпустило книгу и спасибо вам за ваши слова благодарности, очень приятно это все слышать. Я хочу прокомментировать следующую вещь. Понимаете, да, мы действительно коммерческое издательство, мы крупное издательство, мы коммерческое издательство и единственным критерием, самым главным для себя считаем в решении издания той или иной книги, конечно, читательский запрос. Существует масса инструментов изучения этого читательского запроса, ну, простыми словами, ярко выраженного интереса, да, я говорю, выраженного интереса, который мы так или иначе прощупываем и решаем для себя издавать ту или иную книгу, каким тиражом издавать, в какое время издавать и так далее. Я хочу вам сказать, что в последние годы на книжном рынке наметилась некая отрадная тенденция. Еще несколько лет назад классика, вообще обычная классическая литература не переживала такого бума, как сегодня. Ну, и публицистика, и, в частности, книги, посвященные истории в том или ином виде, книги, касающиеся, ну, не повысить этого слова, патриотических каких-то моментов. Ну, что грехотает, не были они столь тиражные, не были они столь коммерчески оправданными, ну, такой какой-то небольшой сегмент рынка держали, но не более того. Вот. Но, опять же, я вам хочу сказать, что читательский запрос, это как бы улица с сторонним движением, да, то есть, с одной стороны, он рождается где-то помимо нас, а с другой стороны, мы, будучи крупным издательством, понимаем, что мы этот читательский запрос должны еще уметь формировать. И в этом смысле мы понимаем, что у нас есть некая миссия и большая ответственность, потому что, ну, перед обществом и перед коллегами и вообще мы все-таки часть культуры общества, книга, это звучит гордо, да. И как формировать этот читательский запрос? Вы меня спросите, я отвечу совершенно точно. Интересными, интересным контентом и очень интересными, достойными именами. и вот в этом смысле мы вообще нисколько не сомневались в том, что книга, на обложке которой будет обозначен Рудовь Абель, непременно не просто найдет своего читателя, а вызовет достаточно большой резонанс, всплеск интереса, поговорить не только о личности этого замечательного человека, но поговорить об эпохе, поговорить о стране, где-то что-то, какие-то элементы самосознания и всего того, ради чего мы собственно живем, а мы издатели в общем-то работаем. Ну вот так в двух словах, не совсем про эту серию, но помните меня правильно, эта серия просто частичка нашего общей позиции в этом вопросе. У меня к вам такой вопрос, Евгения Владимировна, я когда эту книгу еще до ее выхода начал читать, у меня вот такой же возник вопрос, как у Николая Михайловича, когда вот читаешь биографию Вильяма Фишера и думаешь, кто это написал, да, кто этот автор, доходишь до конца биографии и понимаешь, что автор скрыт, поскольку авторы это сотрудники службы внешней разведки, то есть по большому счету автора у книги нет, с одной стороны половина книги это авторство Вильяма Фишера, другая половина книга это служба внешней разведки. Как вы оценивали эту ситуацию, насколько она впервые встретилась в истории издательства, или в принципе это нормально, что книга без автора и вас это абсолютно не смущало? Ну я думаю на более глубоко на эти вопросы сможет ответить ведущий редактор Виолетта Нечкова, которая с нами сегодня тоже присутствует на этой пресс-конференции. Для меня как для издателя, если в книге звучит живой голос, неважно, собирательный он, конкретный он, и он может достучаться до читательского сердца при помощи эмоций и всего прочего, такую книгу нельзя назвать, что у него нет автора. Если этот автор на обложке не написан, это не значит, что у книги нет автора. И читатель голос, книжный голос читатель чувствует всегда. Вот у книги нет автора, это знаете когда? Это когда задается какая-то модная тема, мы даем журналисту или литератору, и он собирает из кусочков из интернета какую-то информацию безлипку, но просто есть потребность для этой информации. Когда в книге есть тепло, когда в книге есть пульс, понимаете, когда это направлено, нельзя называть эту книгу безавторской. Ну уж такая специфика, фамилии мы здесь не смогли обозначить, но у книги безусловно есть авторский голос. Даже если мы говорим, что он, ну или вы утверждаете, что он собирательный, голос есть точно. И кстати, я вам хочу сказать, по прогнозу, я думаю, что эта книга будет допечатка еще не одна, потому что только обладая таким вот магическим свойством голоса, такие книги обычно живут долго. Это не однодневка. Не потому, что вот события 100-летние разведки, будет жить, ну то есть она не прожит, ну как, события закончатся и книгу забудут. Нет, так не будет. У этой книги будет долгая, интересная жизнь, и я думаю, ее будут, мы будем ее допечатывать и переиздавать большое количество времени. Спасибо большое. А там, где она окажется на полке, там она, вы знаете, еще книги, вот, которые можно приобретать в дом, прочитал и, ну и как с газетой, да, там однодневкой расстался. А есть книги, которые хочется поставить на полку, потому что хочется, чтобы это было в семейном чтении, хочется делиться с этим детям. Вот эта книга, она из этого разряда. Это знаковая книга. Спасибо большое. Ну давайте тогда сразу Виолетте передадим слово. Стоял ли этот вопрос авторства, да, это первое. Второе, вы сами как редактор знакомы с товарищами из леса, так называемыми, да, то есть товарищами из Ясенева, из службы внешней разведки, вы видели этот коллектив авторов или нет? И как шла работа над книгой? Ну, вы знаете, прежде всего я хочу поблагодарить и Евгению Владимировичу Журавлеву, и Евгению Ларину, это руководители нашей редакции «Времена», потому что издательство «ЕСТ» это очень большая организация. И то, что курировать и вести и делать эту книгу поручили мне, для меня это огромная и радость, и для меня это огромная редакторская удача, так что спасибо большое, что она оказалась именно в моих руках, это было неожиданно, но безумно приятно. Значит, сразу вот в продолжение того, что говорили об авторстве, значит, в каком виде вообще мы получили материалы, помимо сопроводительных писем, бумаг, мы опирались на переданные нам так называемые служебные издания. И вот в этом служебном издании, который отличается достаточно сильно от той книги, которая получилась у нас, когда ты читаешь этот текст, действительно возникает тот же самый вопрос, а кто его писал, и ты доходишь до конца этого текста, а подписи нет никакой. Дальше просто идут письма. И мы стали действительно обсуждать с людьми, которые курировали от службы внешней разведки работу над этой книгой, но как-то же всё-таки надо подписать. Невозможно просто, чтобы заканчивался текст, и дальше начинались письма. У этого текста автора должны быть имена, но мне объяснили, что никаких имён быть не может, и это было предложение самих людей, которые писали эти строки, что давайте мы бы хотели, для нас было бы это важно и приятно, если бы мы просто подпишемся именно как соратники, долго даже подбирали это слово, соратники Вильяма Генриховича Фишера. И дальше была подпись Ясенева, понятно, что речь шла именно о службе внешней разведки. Работа шла необычно, она отличалась полностью от того, как мы обычно работаем с авторами, с которыми мы можем встречаться, созваниваться, переписываться в электронной почте, по мессенджерам. Здесь совершенно была по-другому построена работа, было огромное количество ограничений. я не могу рассказывать, как мы ее построили, от меня было пожелание, как от редактора, что мне нужно иметь обратную связь и возможность передавать какие-то свои пожелания, вопросы, в чем-то даже правки стилистические небольшие, и мне нужно получать эту обратную связь. И тут я опять-таки сегодня день благодарности, очень хочу поблагодарить тех людей, которые с нами, со мной работали, они поняли ситуацию, времени было у нас очень мало на подготовку этой книги, и мы его еще потом сократили, чтобы гарантированно выйти к столетию службы внешней разведки в декабре, мы сдвинули практически выход еще на месяц, хотя планировали изначально сдавать книгу в декабре. Они пошли навстречу, они придумали некую схему взаимодействия, которая не противоречила тем ограничениям, с которыми сталкиваются они, но и была удобна для меня. В подробности я не могу вдаваться, я, конечно, могу сказать, что мне приходилось спускаться в метро, три часа ездить по реке, в темных очках по кольцу, потом, значит, меня передавали на руки как по-годам. с тобой встречались на бензоколонке? Вот со мной встречались. На бензоколонке нет, не встречались, и были ли в принципе эти встречи или их не было, я не могу комментировать, пусть это останется тайной, но огромный поклон этим людям, огромное к ним испытываю уважение, и отдельное спасибо за ту всестороннюю помощь и поддержку, оперативную во всех смыслах, которую они оказывали для выпуска этой книги, и это абсолютно их труд и низкий им поклон. Но это мы, так скажем, рассказали о том, сколько труда в это было вложено, и сколько специфического труда в это было вложено. Если говорить все-таки об исторической ценности или, может быть, о художественной ценности этой книги, что для тебя было в первую очередь близко, что хотелось, что было бы, так скажем, твоим посылом, который ты, как редактор, пыталась вложить в этот материал? Вы знаете, что вот тронуло, потому что, когда ты делаешь книгу как редактор, ты должен все-таки немножко абстрагироваться, немножко сделать шаг назад, потому что, если ты слишком сильно вовлечен лично, это откладывает отпечаток на твою работу и мешает. Но вот здесь я могу сказать, что, хотя книга, вроде бы, казалось бы, наверное, ее можно воспринять как издание, ориентированное на публику, которое интересуется больше историей разведки, интересуется, в принципе истории. Здесь я бы поспорила, потому что эта книга, мало того, что она актуальна, ну, к тому, что мы ее выпускаем к столетию СВР, но она актуальна вообще к тому времени, в котором мы сейчас живем. И она универсальна тем, как человек ведет себя в крайне сложных обстоятельствах. Потому что, как уже сказал Сергей Сергеевич и Николай Михайлович, не только, на мой взгляд, Верим Геннадьевич владел ситуацией и собой, вот он именно владел ситуацией. Когда я читала эти письма, создалось ощущение, что человек, находясь в тюрьме, а ему же, как бы, присудили срок 32 года, он владеет ситуацией. То есть, он не только плененный, он не только пленный, он не только заключенный, но он остается разведчиком при исполнении. Вот мне не показало это чувство. И, как правильно сказал, по-моему, адвокат Донован, что это были письма вежливого джентльмена, который ни в одном письме, ни в одной строчке он не жаловался на судьбу, он ни в чем не приявлял претензии своим тюремщикам. И он оказывал максимальную поддержку и тепло своим родным. И он выстраивал свою жизнь таким образом. То есть, помимо того, что он как бы пытался, наверное, что-то сообщить и в Центре, и понимал действительно, что письма проходят и фильтр КГБ, но он заботился, находясь в этой ситуации, о своих близких. И это пример, и не побоюсь этого условно-нравственного пример, сегодня очень многим людям, которые быстро попадают в уныние гораздо менее сложных обстоятельствах, в ситуациях. Это такая очень духоподъемная книга. И я ее рекомендую для прочтения всем, в том числе и молодым людям, и подросткам, и взрослым людям. То есть, это такой источник внутренней силы и такой пример, которому хотелось бы следовать, чисто в таком человеческом плане. Я сейчас попрошу коллег поставить еще раз фотографии. Мне бы хотелось, завершая разговор об этой книге, у нас еще все-таки издание Сергея Брилева, мне бы хотелось такой короткий комментарий. Вот самые близкие из этих фотоматериалов, вот тут, например, есть вот такая, это тюремный автопортрет, обратите внимание. Да, очень много репродукций картин и фотографий. Мы постарались показать всю палитру, которая поддерживала текст, который есть в этой книге, потому что половина книги это все-таки о Вильяме Геннерфеевича и вторая половина, собственно говоря, песен. Правильно я понимаю, что вот этот портрет был сделан незадолго до предательства и ареста. Да, то есть, когда писался этот портрет, насколько я знаю, то есть, не знал, как бы, автор этой работы, что он пишет, различный гал, более того, вот там, по-моему, стоит вот аппарат, да, Сергей Сергеевич, это же, по-моему, рабочий аппарат, на котором Вильям Геннерфеевич передавал сообщение в Москву, о чем тоже не было известно. Нет, он принимал. Он принимал, да, принимал, то есть, это тоже как бы... Для вас из этих, из этого богатого иллюстративного материала самые интересные, самые ценные, что было, Сергей Сергеевич? Ну, образ Вильяма Фишера, конечно, да. А то, что... Нет, ну, и атрибуты художника, это писал его сосед по дому, с которым они периодически общались, как художники. Он ничего не подозревал, да? Он впоследствии стал знаменитым американским художником, автор вот этой работы, и он был одним из свидетелей на процессе, но он ничего компрометирующего сказать не мог, так же, как и не мог сказать, там, служащий по дому, да, там, консьерж, только положительные отзывы, как о личности. Ну, понятное дело, что Ник учил, вечеринок не устраивал, у него были другие задачи. Николай Михайлович... Нет, знаете, я хочу сейчас как раз сказать о том, что вечеринки устраивали, вы знаете, это был ближайший друг нашего героя, Сильверман. Он прожил очень долгую жизнь, он прожил, да, вот мы как раз здесь, он прожил очень долгую жизнь, умер чуть, что ему было не под 100 лет, это был светлый человек, они дружили с Абелем, и он даже пригласил его на свадьбу, куда Абель после определенных сомнений все-таки пришел. И я скажу так, как рассказывала мне Эвелина, когда вот он увидел, Абель, этот свой портрет, папа Вилли, да, он вздрогнул, потому что там как раз стоял тот самый атрибут, при помощи которого он принимал сообщение из Москвы. Но задний ход давать уже было поздно, картина была выставлена, и пользовалась действительно успехом. Сильверман не мог понять, в чем здесь причина такого беспокойства, и Абель, чтобы как-то и себя успокоить, и его сказал, что я просто человек не публичный, а вдруг ты меня нарисовал и выставляешь на выставке. Ну, представляете, ну, портрет разведчика-нелегала выставлен на выставке. Ну, это несколько, конечно же, так необычно, на мой взгляд, это необычно. И еще я хочу сказать, что Берт был настолько благороден, я читал его показания на данных суде, на допросе, на свидетельстве. Вы знаете, он свидетельствовал только в пользу своего соседа по мастерской. Они делили одну мастерскую, вернее, они были, так сказать, через личную площадку и очень дружили. Очень. И вы знаете, самое-то интересное из этого, что у них всегда были теоретические споры, что лучше искусство реализма или вот то самое американское искусство, которое Фишер ненавидел. И Берт однажды настолько проникся этим спором, что он сказал, ну, ты знаешь, ты просто защищаешь социалистический реализм. И после этого, после этого Фишер немножечко так сбавил тон и про реализм и про все это, так сказать, он немножечко уже, так сказать, в спорах не говорил. Так что картина с большим смыслом. Николай Михайлович, ну там есть, я так понимаю, и близкие вам вещи? Ну да, вы знаете, близкие мне вещи есть. Вот это вот часы, которые мне подарила Лидушка, Лидия Борисовна. Понимаете, когда вот мы все, так сказать, втроем, Лидия Борисовна, моя супруга, и я разбирали архив, который хранился после смерти дочки Евелины у Лидии Борисовны в ее крошечной квартирке на Измайловской. Вы знаете, вот эти часы были, я так на них смотрел с интересом. Может быть, мой взгляд как-то, так сказать, и был не такой простой, как мне казалось, и что-то в нем такое было, что когда у меня наступил день рождения, то одним из самых, я бы сказал, ценных, если не самым ценных подарком для меня были вот эти часы. И если я скажу вам, что я скажу, что я их никогда принимать не буду, то в первый раз за там десятилетие нашего знакомства мне Лидия Борисовна сказала, если не будете принимать, то это обида кровная для меня, и мы тогда и видеться не будем. Ну, что бы вы сделали после этого? Я сказал огромное спасибо, эти часы я отремонтировал, нашел старого-старого такого часовщика, который вот эти старинные часы, единственный он мог это сделать, отремонтировал, жена ездила куда-то на край города, и вот эти часы потихонечку тикают до сих пор, представляете? Да, потрясающе. Мне это очень приятно, да. Это наградные часы, помню. Это наградные часы, когда была 23-я война, обратите внимание, что самое ценное, что было написано Фишеру. Об этом и надо было сказать, конечно. Самая главная интрига, то, что это наградные часы Вильяма Фишера, там и написано. Фишеру, Вот это самое ценное из всего. Вот Вильяму Фишеру, понимаете? То есть, а он всегда, если вы даже посмотрите вот те картины, которые были написаны после возвращения в Советском Союзе, он был человек дисциплинированный, и всегда их подписывал Эр Абель или Рудольф Абель. Понимаете, я думаю, боже мой, ну до чего же всё-таки такая жёсткая и въевшаяся в плоти в кровь дисциплина, понимаете? Вот какой был человек, понимаете? И там, если не видно, там написано за успешную работу от командования. Меня, кстати, очень потряс сейчас в книге момент, когда читаешь историю, чем он занимался во время войны, что он был профессиональным, профессионалом радиодела, и что он налаживал радиоработу, налаживал связь, готовил людей. То есть, это отчасти противоречит такому привычному штампу, как мы себе представляем разведчиков-нелегалов, такие интеллектуалы, которые изначально готовятся к своей работе, да, их формируют, большой коллектив профессионалов работают над ними, чтобы вылепить, подготовить разведчика-нелегала и отправить в первую командировку. А здесь получается, что человек, который по профессии был одним, потом с нелегальных позиций, причем с таких серьезных нелегальных позиций, едет работать в самое пекло. Да, Сергей Сергеевич. Дело в том, что ведь его первая профессия, которую он получил во время службы в армии в советской, радист, и его работа за рубежом на нелегальном положении довоенный период, она и была связана с тем, что он был радистом в двух резидентурах и готовил радистов на местах, а во время войны он готовил людей для заброски в тыл противника. Для диверсионно-партизанская работа, да? Да, в партизанских отрядах по линии четвертого управления, которым руководил Павел Анатольевич Судоплатов. И это вот и у Николая Михайловича в книге о Фишере и в этой книге, которую мы сегодня представляем, обсуждаем, там же тоже написано, что он участник двух радиоигр, которые проходили во время войны. Это операция «Монастырь». Я ее выделяю на первое место, потому что это была радиоигра, призванная вести в заблуждение немецкое командование о возможном наступлении, контрнаступлении советской армии. Она была, эта радиоигра, призвана прикрыть сталинградскую операцию. И в общем-то она в этом плане оказалась успешной. И вот человека, мы знаем его псевдоним, мы знаем его настоящие данные, готовил Вильям Фишер как радиста и занимался его профессиональной подготовкой, как агента, он был как бы завербован немцами и работал на них, а на самом деле был внедрен в их среду для дезинформации. И вторая операция Березина, это уже поздний период, скажем, войны, когда он тоже участвовал в радиоигре, но она меньше по масштабам важна и по результатам. Она просто интересна по исполнению и по тому своему успешному исходу. тоже. Да, это все тоже в книгах есть, и вот как сказал Сергеевич Николай Михайлович и в этой книге. Ну мы давайте говорить все-таки об этой книге, потому что мы собрались ради этого, и книга того стоит. Очень важно, не, ну мы, конечно, мы говорим в первую очередь о человеке Вильяме Фишере, да, о человеке и разведчике Вильяме Фишере. Знаете, мне бы хотелось еще чуть-чуть коротко сказать о том, что ведь когда разведчик раскрыт, по большому счету на этом его профессиональная судьба вроде как заканчивается, да. Вот как Вильям Фишер себя по возвращению в Советский Союз чувствовал и как он сживался с этой своей новой ролью с новым именем, во-первых, которым он сам себя назвал, с новой ролью и с какими-то новыми задачами и запросами, которые перед ним были. Ну, во-первых, какой-то период ушел на то, чтобы восстановиться и физически, и психологически тоже, поскольку все-таки с 50, середина 57-го по февраль 62-го года он находился условно говоря, период, конечно, чуть меньше, на несколько дней, но в распоряжении противника, в тюрьме, поэтому это тоже надо было пережить, это надо было обсудить с коллегами, на это тоже ушло достаточно много времени, а потом ему пришлось просто подключиться к работе с молодежью, с молодыми разведчиками, которые находились на подготовке, ну и потом на него такая ноша легла представлять разведку на территории нашей страны и за рубежом, ну в социалистическом лагере в том числе, он несколько раз ездил в Германскую демократическую республику, вот мой одноклассник помнит, как в 68-м году, где-то так условно, скорее всего в 68-м году, он посетил часть в ГДР, советскую часть, да, и выступал, вот он, мой приятель, впервые столкнулся с разведкой, так сказать, и он для него это незабываемое оставило впечатление, и Вильям Фишер ездил много по стране, выступал перед коллективами управления КГБ, перед трудовыми коллективами, это немножко его, ну как бы не угнетало, но больше всего он хотел, конечно же, заниматься оперативной работой, любимым делом, но так вот судьба складывается, это ноша представительских функций ложится на людей, которые закончили свою активную работу, так это было с Георгом Андреевичем Вартаняном, так это случилось с Алексеем Михайловичем, Козловым в меньшей степени с Юрием Анатольевичем Шевченко, потому что он умер, находясь фактически на боевом посту, хотя и после болезни, но это тоже необходимая работа, это тема не только профессионального обучения, подготовки, но это тема патриотического воспитания, когда вы видите человека, который пережил такие трудности, да, с честью, и он может ответить на ваши вопросы, это остается в памяти на всю жизнь, наверное. Очень интересный момент, вы знаете, вы спросили Андрей, как он относился к своему новому имени, он приехал когда в Москву, его встретил его будущий начальник, полковник Тарасов, с которым они были знакомы и в дни войны, и Тарасов, как он мне рассказывал, так сказать, пошутил, и говорит, я пошутил, и неудачно, а как же, но я сказал, Рудольф Иванович с приездом, и тут Фишер так на него посмотрел, говорит, ну, ты-то знаешь, что я не Рудольф Иванович, он говорит, нет, ты Рудольф Иванович, и Фишер, все, только при кончине уже написала дочка и написала жена письмо с просьбой похоронить под собственной фамилией, он нелегко переносил вот тот груз, который пал на его плечи, но он его нес очень и очень достойно, и знаете, еще мне хочется сказать два слова про авторов книги, ну, Виолетта, наверное, не даст мне соврать, авторы книги очень симпатичные и приятные люди, понимаете, приятные люди, которые действительно писали это с душой, я их видел, и мне они очень симпатичны, они бывали в свое время всегда на днях рождения у Вильяма Геновича, который празднуется всегда в его доме на даче 3 июля, и вот эти ребята, ну, я их так называю, всегда приходили, очень милые, хорошие, с букетиком гвоздик, всегда красных, алых, и еще одно, вот почему книги, которая вышла вот в этом издательстве вашем, так повезло, у нее был очень хороший редактор, редактор по фамилии Виолетта Нечкова, это известный редактор, который вместе с Андреем Журанковым выпустила несколько таких сильных, на мой взгляд, в свое время документальных фильмах разведчиков по телевидению, но не только в этом ее сила, Виолетта как раз тот самый человек, который знает о спецслужбах немало, если она, может быть, когда-нибудь захочет об этом рассказать, она об этом рассказывает, я иногда заглядываю в ее там социальные сети, она рассказывает об этом о своем родственнике, который работал в этих службах с исключительным пиететом, вот чтобы все помнили своих дедушек так, как помнит их Виолетта Нечкова. Николай Михайлович, очень неожиданно, что вы об этом заговорили, спасибо огромное за такую оценку. Нет, я это помню. Спасибо большое, Николай Михайлович, такие слова из-за внимания, я просто сейчас я понимаю, что Виолетта сейчас, ну мы давние друзья, действительно, я сейчас за нее скажу, что ей неудобно о себе говорить, действительно, Виолетта Нечкова, внучка знаменитого генерала Цвигуна, и поэтому как раз во многом память о деде является частью ее работы, ее жизни, я бы так сказал. Раз мы затронули эту тему, тогда я просто пунктирно еще скажу, что для меня отдельной радостью, неожиданностью было, когда я впервые получила материал, увидеть среди иллюстраций картину Верима Геннадьевича, которую он подарил моему действительно дедушке Семену Кузьмичу, Свигуну, и которая находится непосредственно у меня дома. Здесь есть среди этих фотографий? Нет, сейчас среди этих фотографий, к сожалению, ее нет, можно это посмотреть в книге, и это был такой, наверное, знак свыше, такая совершенно удача. Не знали авторы, что книга попадет именно в мои руки, и, наверное, вряд ли знали, что я тогда работала в издательстве Астена, вот как бы все сошлось, и спасибо Николаю Михайловичу за такую оценку и за память, и за такие хорошие слова, потому что для меня это тоже как бы очень приятно, для меня это очень значимо, как бы это добавило как бы мое чувство и мое сердечкость при работе над этой книгой. Спасибо. Про авторов Николай Михайлович сказал, но я еще хотел бы добавить, меня за это, наверное, ругать особенно не будут, читатели должны быть признательны за возможность с этой книгой познакомиться директору службы внешней разведки Сергею Евгеньевичу Нарышкину, потому что он когда ознакомился с внутренним изданием, то у него естественно возникла позиция, что это должно быть не в полной мере, но стать достоянием общественности, потому что сам материал он того заслуживает, и тем более того заслуживает личность Вильяма Фишера. Вот и все, замечательно написано предисловие Сергея Евгеньевича Нарышкина для этой книги, причем понятно, что это очень занятой человек, но он нашел время, в очень короткие сроки написал, значит, тут посвящение как раз его можно будет прочитать. Я уверен, что в нашем любимом фильме Добровольцы там есть такая фраза, которая звучит наивно, на мой взгляд, когда ты смотришь это кино, особенно когда ты смотришь его в молодости, пройдите не мимо, а главной дорогой и встретите всех, кто вам близок и дорог. Вот она чуть-чуть звучит пафосно и наивно, но вот с годами ты понимаешь, что пафос уходит, а действительно вот эти встречи и какие-то вот эти линии, которые выстраиваются по жизни, и когда люди встречаются не просто так, а в результате получается новое произведение, книга, фильм, какой-то новый проект. Это все не случайно. Я бы вот этим выводом хотел бы завершить разговор об этой книге, потому что я уверен, что все вы не случайно встретились в работе над этой книгой, и сегодня мы не случайно все встретились для того, чтобы ее презентовать и обсудить. Давайте теперь к книге Сергея Брилева все-таки обратимся, а то как-то мы настолько душевно и проникновенно проговорили про Вильяма Фишера и про новую книгу, а все-таки нам нужно еще представить издание Сергея Брилева и Бернарда Коннора «Разведка» и «Иван наоборот» взаимодействие Москвы и Лондон, спецслужб Москвы и Лондон в 1942-1944-м. Евгения Владимировна, давайте еще представить, я прошу убрать презентацию с фотографиями Вильяма Фишера и сейчас представить еще и вторую книгу. Евгения Владимировна. Ну, опять же, не совсем ко мне вопрос, потому что по сути книги это нужно говорить с редакторами по поводу книг, я могу сказать только одно, что серия, о которой вы упоминали, она началась сначала с книги Сергея Брилева, то есть вот первая книга Сергея Брилева стала первой книгой вышеназванной серии. Не было бы тогда особой уверенности, что серия будет, ну, вот как она себя поведет, будет ли продолжение и так далее. Вот, но на самом деле и книги Сергея Брилева нашла своего читателя и мы реализовали тираж, извините, я вот о своем, о коммерческом составляющем проекта, простите меня великодушно, вот, и была реализована полностью, не то, что мы ее грузили в магазин и так далее, вот буквально вчера я готовилась к конференции, смотрела статистику, там действительно книга ушла через розничный чек, она ни на каких складах не находится, и она нашла своего читателя, совершенно точно. Вот, поэтому, как бы, на данный момент времени, когда в серии мы насчитываем уже три книжки, это на самом деле такая уже достойная, полноправная серия, по которой мы, скорее всего, уже даже будем искать если не будет естественным путем туда получаться ставить книги в этот план, то начнем, скорее всего, искать сами и модерировать идеи, как бы нам эту серию расширять, продолжать, и в этом смысле я пользуюсь лучшим всех участников конференции, вот просто закидываю вот этот посыл, потому что у всех у вас есть и темы, я точно это знаю, и есть какие-то сюжеты, просто вы об этом не думали, то есть если будут какие-то идеи, как нам дальше разворачиваться, кого приглашать, мы с удовольствием эту идею рассмотрим, уж извините, что я не конкретно про книгу Сергея Брюлёва, просто хочу сказать, что Сергей Брюлёв был разначальником, скажем так, этой серии, с его книжки на самом деле все и началось, вот, это весьма такой момент, ну, важный, важный и для нас, и для авторов, безусловно, вот, ну, в двух словах вот так. Спасибо большое, тогда Виолетту попрошу чуть поподробнее представить книгу, ну, потому что сегодня должен был Сергей быть с нами, дело в том, что мы с Сергеем в недавнем прошлом коллеге по ВГТРК, поскольку мы там с Виолеттой работали, Сергея нет сегодня с нами, поэтому Виолетта на правах коллеги, представляй, пожалуйста. Евгений Владимирович, ну, спасибо большое за такую поддержку серии, мы в это верили и надеемся, теперь с новым энтузиазмом будем ее дальше, как бы, и предлагать, и продвигать. Мне бы хотелось сказать, что, как бы, то, что серия началась с первой книги Сергея Брилева, она называлась «Разведка нелегала, наоборот», сейчас ее здесь не вижу, но ее можно... А, здесь ее нет. Нет, если можно, я ее тогда продемонстрирую. Вот. Отложили, да. Она вышла в 2018 году, спасибо, Евгения Владимировна. И эту книгу делал другой редактор, Мария Николаева, сейчас это руководитель направления «История», и человек, который был признан редактором года в нашем издательстве, просто понимать, откуда что берется. И, естественно, новая книга «Разведка Ивана, наоборот», она является логическим продолжением и хронологическим первой книги, но, тем не менее, я сразу хочу отметить, что люди, которые захотят начать чтение и знакомство с темой со второй книги, они ничего не потеряют, потому что здесь есть замечательное предисловие Игоря Сергеевича Иванова, нашего бывшего министра иностранных дел, и достаточно подробное введение соавторов Сергея Брилёва и Бернарда Коннора, то есть можно начинать и с первой книги, можно начинать и с второй. И что здесь опять-таки удивительно и совершенно замечательно, что мы сегодня об этом говорим, удивительная тема, которая сейчас, наверное, её даже сложно представить, учитывая, что, по-моему, с 2006 года заморожено сотрудничество британских и российских спецслужб в связи с гибелью Александра Лениненко в Лондоне, об этом, кстати, упоминает Игорь Сергеевич Иванов в своём предисловии, а данные исследования Сергея Брилёва затрагивают наоборот те страницы нашей истории, когда у нас шло очень тесное, совершенно невероятное взаимодействие британских и советских спецслужб, благодаря которому в годы войны 35, по некоторым данным, 36 разведчиков нелегалов были засланы в тыл к противнику через Великобританию. Но почему нелегалы, наоборот, и почему Иван, наоборот, потому что на самом деле это всё уходит корнями в школу в Кушнаренко в этой Башкирии, это была специальная военно-политическая разведка, диверсионная школа Коминтерна. То есть вообще это совершенно невероятный исторический детектив, тут очень сложно рассказывать о нём так, чтобы не выдать какие-то спойлеры. И главное отличие и особенность этой новой книжки в том, что здесь проследили реальные имена и судьбы ещё нескольких агентов, которые не были известны на момент работы над первой книгой. Это Кульбицкий, Хайнс, Кросскамп, и Горелов, Эрнст Бойке. И плюс, значит, выяснили истинные имена, биографии советских испанцев, футболиста, партийца, нелегала Агустина Гомеса, извините, я читаю с листа, потому что столько имён и столько переплетений, и лётчика Хуана Руиса, который как раз и есть, Иван Русаков, Иван наоборот, Хуис Руан. Вот. И как редактор я могу тут выделить коротко буквально две вещи. Во-первых, с тревогой я приступала к этой работе, потому что одно дело, когда человек выступает в роли тележурналиста и устный жанр, он ведёт программы и Сергей делает совершенно замечательные документальные фильмы, и другое дело, когда такое серьёзное историческое исследование, расследование с огромным количеством архивов, архивных данных пытаются положить на бумагу. Я боялась, что текст может быть тяжёлым, скучным для специалистов и вряд ли найдёт свою аудиторию. Нет. Произошла какая-то магия. Каким-то образом Сергею Брюлёву удалось сохранить и интонацию, вот эту увлечённость и увлекая за собой читателей, подарить им эмоцию первооткрывателей. По-моему, Сергей Евгеньевич недавно в интервью как раз сравнивал профессию разведчика и историка. В чём они, что историк, он отправляется в прошлое практически как разведчик-нелегал, добывая информацию и идя вот этими тропами. И вот в этом смысле я абсолютно восхищаюсь, как построена книга, она очень увлекательна, она абсолютно считается как детектив. помимо того, что она исторична. И второе, извините, что я, может быть, вперёд ваших вопросов как бы говорю, я её рекомендовала бы для людей, которые интересуются профессией как журналиста, так и историка, потому что это практически мастер-класс по тому, как вести и выстраивать исследования и увлекать своего читателя, свою аудиторию тем, что тебе показалось интересно. Потому что мы знаем, что бывает иногда темы, историки, которые увлечены тем, что они делают, они варятся в каком-то своём мире и до них очень сложно, им сложно очень достучаться до читателей. Я думаю, что здесь этого не произойдёт и у этой книги будет очень хорошая судьба. И я бы, исходя из твоих последних слов, которые ты сказал про эту книгу и про Сергея Брилёва, я бы вот такой вопрос Николаю Михайловичу задал. Николай Михайлович является тоже и журналистом, и историком спецслужб. Николай Михайлович, а меняется ли со временем методология исследования истории спецслужб? Вот то, о чём сейчас говорила как раз Виолетта, что Брилёв шёл вот этим своим методом первооткрывателя. Как сейчас надо подходить к истории спецслужб? Надо искать какие-то новые методы или нет? Ну, вы знаете, это вопрос скорее, я думаю, Сергея Сергеевича, чем мне. Но, тем не менее, я скажу, что мне кажется, что сейчас, когда наступил год столетия, многие писатели, журналисты, писатели, публицисты, они получили такой определённый карт-бланш. Открыты новые имена, открыты частично, конечно, архивы. И Сергей Брилёв был одним из первооткрывателей вот этих архивов. Я читал его первую книжку, написанную, по-моему, в 2018 году, она у вас вышла в издательстве АСТ. И она мне очень понравилась, потому что я, например, об этих людях только слышал и не знал. Кроме одного. Есть такие люди, вот вроде нас с Андреем, которые ещё, помимо всего прочего, о чём мы говорили, ещё увлекаются и спортом. И вот здесь на меня огромное впечатление произвела такая глава, рассказ, называть, как хотите, про Гомеса. Гомес – это был знаменитый, я подчёркиваю, знаменитый, советский футболист, советский. Потому что он приехал из Испании, 1939 год, но вся эта история вам хорошо известна. И даже, по-моему, какие-то были годы, да, он был капитаном московского торпеда. Классный был футболист, хотя, может, тяжеловатый, довольно плотный. Но что он был разведчиком, мне говорили многие. И этим многим я никогда не верил. Думаю, как вообще футболист может быть разведчиком, понимаете? Да, действительно. Да, ну, правда. Но, тем не менее, вот Сергей очень мне уважаемый для меня человек, с которым мы вместе, тоже вы вместе работали, а я с Сережей работал вместе в Комсомолке. Вот вы знаете, он доказал мне, что и футболист может быть разведчиком. И я вот хочу сказать, что я еще не успел прочитать вторую книгу, но с удовольствием тоже я прочитаю. Думаю, что и там тоже есть такие же вот открытия. Не обязательно про футболистов. Сергей Сергеевич, давайте тогда напоследок, может быть, задам такой вопрос. Насколько служба на сегодня готова открывать свои архивы, готова открывать своих людей, своих героев? Ну, понимаете... Ну, извините, да, я как журналист задаю провокационный вопрос. Да. Ну, во-первых, нужен повод, скажем, да, и обстоятельства должны позволять, я имею в виду, обстоятельства, заключенные в оперативных делах должны позволять раскрыть какие-то моменты, касающиеся биографии, деятельности, ну, конкретного разведчика, скажем, да, потому что некоторые вещи нельзя раскрывать, потому что они связаны с технологией работы. И следы резидентуры, но на самом деле есть специфика определенная, да, вот мы говорим там, Абель там был таким-то человеком, Голфосом был, Койотисом был, еще кем-то, да, откуда документы, кто их делал, каким образом они появились у него в руках, мы эту тему не обсуждаем, потому что это касается технологий. Так и биографии, могут биографии такие пересечения, что они исторически могут ударить вот в наше время, хотя это было очень давно, понимаете, и вот здесь такая ситуация весов. Надо перевесить, скажем, тема популяризации разведки, условно говоря, чтобы привлекать в ее ряды достойных молодых людей. Это одна из целей таких публикаций, я считаю. Воспитывать патриотизм и в то же время не нанести ущерб самой разведке как организации, как процессу. Вот это я всегда делаю акцент на этом, что у разведки есть свои профессиональные секреты, технологии, о которых лучше не писать. Если иногда это попадает в печать, вот меня это обижает иногда, что такого не должно быть. Бывали случаи, но мы, слава Богу, не акцентируем на них внимание, но они неправильные. Ну да, здесь надо действовать с великой осторожностью. А насчет спортсменов. Во время войны, ведь по линии четвертого управления, которым руководил, как я говорил, Павел Анатольевич Садоплатов, в партизанские отряды брали физически сильных людей и спортсменов. Там Амсбон состоял. Да, Амсбон, да, со спортивной биографией. И потом даже вот и у нас, я говорю у нас, потому что я застал среди инструкторов те, которые еще участвовали в партизанском движении. Они готовили Алексея Михайловича, они готовили Юрия Анатольевича, они участвовали и в моей подготовке, вот частично, так сказать, да, понимаете? И эта связь времен, она вот через людей. А там и был чемпион Советского Союза, да, по борьбе, к примеру, один из инструкторов. Не, ну, слова Николая Михайловича, они несколько обречены, еще, я так понимаю, в день сегодняшний, у них такая ирония. Мы, как журналисты, связанные со спортом, да, как люди тоже связанные со спортом, я понимаю, о чем Николай Михайлович хотел сказать. Но если взять историю спортсменов-разведчиков, там тоже очень много известных и интересных историй и потрясающих людей, которые... Но сегодня не об этом. Сегодня мы представили две книги. У нас из... Я не знаю, вот здесь сидит мой замечательный коллега Андрей Шитов, который 25 лет, по-моему, проработал в Соединенных Штатах Америки. Андрей, есть вопросы или потом мы за кадром пообщаемся? За кадром. Я хотел Николаю Михайловичу передать привет, потому что мы второй раз сегодня видимся. А, Николай Михайлович, вы не слышите, вам Андрей передает огромный привет, говорит второй раз сегодня видитесь и второй раз передает привет сердечный. Я второй раз Андрею, уважаемому, передаю привет лучшему, одному из лучших наших российских американистов. Спасибо вам большое за эти слова. Я в данном случае являюсь суфлером, потому что, ну, так технология выстроена. Я бы хотел завершить презентацию этих изданий с пожеланием, чтобы серия из трех книг продолжалась, чтобы там появилась четвертая, пятая, шестая. И мне кажется, были сегодня произнесены очень важные слова, что эта серия, эти книги, они не рассчитаны на какой-то сиюминутный успех, на сиюминутную раскупаемость, да, на коммерческую прибыль, назовем это так. У них другая, более серьезная задача. То, что у них есть свой читатель, это замечательно. Это означает, что эта серия, эти книги попадают в нужную точку, в нужное время, и они останутся востребованными. Я вам этого желаю, желаю издательству, желаю редакторскому коллективу, и желаю Николаю Михайловичу и Сергею Сергеевичу новых интересных открытий, и новой аудитории, будем так говорить, новых читателей. Спасибо большое. Я благодарю всех. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Ну что ж, завершаем нашу пресс-конференцию. Ищите книги на книжных полках и в интернете, в цифровом формате, что сейчас очень и очень востребовано. И благодарю всех журналистов, которые нас смотрели за нет, это не вопрос, за интерес к сегодняшней пресс-конференции. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok